Я вас люблю, так искренно, так нежно. Он так влюблен в Пушкина, что готов выучить русский язык. Любимый, будь другим. Его имя определило его судьбу. Родители назвали его Ли Кухен. На языке Пушкина это дипломат, у которого все хорошо. 34 года дипломатической карьеры. Посол Южной Кореи Ли Кухен в цикле репортажей «День посла». Как вы провели выходные? Почти год посол Южной Кореи Ли Кухен учит русский язык по два часа в неделю. Елена Каменская русифицирует уже не первого дипломата и жалуется, что у ее нового ученика слишком плотный график. Не хватает времени. Здесь все как в школе разговорный русский, грамматика и задание на дом. Из оценок только поощрение. Двойки могут испортить дипломатические отношения, шутит педагог. Я провел время с моей женой. Я наслаждался, но вы... Я наслаждался, да, наслаждался. Хорошо. Дипломатическая академия. Сегодня у господина Ли есть прекрасная возможность попрактиковаться в знании русского. На российско-корейском форуме он рассказывает о двустороннем сотрудничестве, говорит на языке страны пребывания. Со дня установления дипломатических отношений в 1990 году Корея и Россия неуклонно развивают свои отношения во всех сферах в политике, экономике, культуре и науке. Сегодня здесь обсуждают грандиозный проект строительства линии электропередачи, которые свяжут Россию, Северную и Южную Корею. Проект очень выгоден не только экономически, но также, как считают дипломаты, он обеспечит и политическую стабильность на всем Корейском полуострове. А еще говорили о культуре. В России большая корейская диаспора и на сегодняшнем форуме Александр Засохов предложил создать фонд культуры и образования, а также увеличить обмен между преподавателями и студентами двух стран. Это уже практическая страна сотрудничества двух стран. Посол Южной Кореи направляется в Калужскую область для закладки первого камня в фундамент нового кондитерского завода. Завод будет делать печенье Чокопай, которое, если верить производителям, сегодня едят в 70 странах мира. В России первые Чокопай появились на Дальнем Востоке в начале 90-х. Теперь, когда заработает этот завод, печенье уже не надо будет возить из Южной Кореи. Новый завод – это часть южнокорейского холдинга «Лотте Групп», в котором, кстати, работает дочь господина Ли. Корейцы в России вкладываются не только в кондитерскую промышленность. Это еще и электроника, рестораны и отели. В Москве, например, уже есть универсам и гостиница «Лотте Плаза». Больше всех корейцам рад губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Они уже построили здесь завод по переработке мусора, и вот теперь на очереди печенье. Чтобы покрепче укрепить связи, вице-президент «Лотте Групп» и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов торжественно закручивают гайки. С этого момента строительство начинается. Каждый оставил автограф в книге почетных гостей. Господин посол пожелал заводу прибыли, а холдингу, в котором работает его дочь, – процветание. Посольство Южной Кореи самое большое в Москве. В пятиэтажном здании работает почти 100 человек. Такого нет ни в одном посольстве, чтобы белый ковер, по которому ходят в обуви круглый год, выглядел стерильно чистым. Это произведение нашего очень известного автора, господина Пинадзюнь. Он основатель видеарта. А еще на первом этаже есть большой зал для приемов. Здесь тоже много картин корейских мастеров. Есть и российские художники. Традиционную корейскую керамику можно сразу узнать по сочетанию двух цветов – зеленого и белого. В зале много сувениров, которые гости на праздники дарят посольству. Все бережно хранится и передается от посла к послу. От значков и до золотых украшений древней королевской династии. По соседству концертный зал с хорошей акустикой. Недавно здесь даже выступал оркестр Московской консерватории. У нас на национальном фладе два основных цвета – красный и синий. А вокруг вы видите белый фон и черные полосы. Это восточная философия. Все сочетается в одном – плюс и минус. В нашем фладе обозначена общая гармония всего мира. Из всего пятиэтажного посольства нам согласились показать несколько помещений. На все вопросы корейцы отшучиваются. У нас много секретов. Наверное, им есть что скрывать. В последние годы экономика Кореи совершила большой скачок вперед. Сад во внутреннем дворе посольства – не секрет, а еще одна гордость. Иногда после обеда сотрудники посольства выходят, чтобы попить здесь чаю. Когда приезжают гости, мы фотографируемся здесь. Видны и корейский национальный домик, и православную церковь. Гармонично они стоят в одном месте. По словам господина посла, в Корее знают и любят Толстого, Достоевского и Пушкина. Россия для корейцев – это еще балет и калинка. Ну и русская водка. Куда уж без нее. Люди из Кореи просто обожают холодную-холодную водку из холодильника. Вчера вечером со своей женой за ужином я выпил 40 граммов, а жена – 20 граммов водки. Мы так любим. А вот кимчи – настоящей корейской моркови в Москве нет, сетует господин Ли. Просто специи, которые составляют основу рецепта этого салата – тоже секрет. Секрет национальной кухни. Пройдя прозрачный коридор, поднимаемся на третий этаж в рабочий кабинет господина посла. За этим столом проходят собрания с руководством отделов. А здесь у него самое дорогое. Книг немного, но все особенные. На второй полке книги на корейском языке о России. Вот «Россия Путина. Власть, рынок и бизнес». Моя любимая – Россия и русский народ. Ее выпустил американец на корейском языке, но, к сожалению, тут нет, наверное, дома. Господин посол и сам пишет книги. Вот это его новый сборник стихов «Когда в душе больно». А теперь любимый Пушкин. «Если жизнь себя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, в день веселья веры настанет. Сырще в будущем живет. Настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило». «Спасибо, спасибо. Отношения между двумя странами очень хорошо, отлично. Я очень рад, что наши страны могут продолжить развитие». Основная статья доходов Южной Кореи – это экспорт автомобилей, комплектующие к ним. В Москве господин посол ездит на Хюандай. Из российских автомобилей слышал про «Ладу» и «Волгу». Считает их очень стильными, но сам лично не ездил. «К сожалению, я мало зарабатываю, поэтому и предпочитаю удобные, но не очень дорогие машины». Во второй половине дня служебный Хюандай господина Ли отправляется на стадион «Динамо». Сегодня здесь открытие встреч доброй воли. Уже 18 лет поочередно то в Москве, то в Сеуле проводятся международные соревнования по нескольким видам спорта. В этом году спортивная гимнастика и бадминтон. Господин Ли не может не уступить свою очередь. Во-первых, Ян Чурчан – вице-президент спортивного комитета Сеула. А во-вторых, он старше посла по возрасту. Ничего не поделаешь. Восточная этика. Наши постоянные совместные спортивные соревнования вносят весомый вклад в развитие отношений между Кореей и Россией. Я очень рад сегодня приветствовать вас. Как вы знаете, я пока не могу на русских отношениях, поэтому я должен проводить. У нас много причин для развития отношений, но я назову еще одну – хорошую. Здесь присутствуют молодые спортсмены из двух стран. Они объединились. Это уже 25-я встреча доброй воли. Значит, и наши дети, когда им было столько же, играли важную роль в сотрудничестве России и Кореи. Спасибо большое. Спасибо большое. Я выговорю, что 25-я встреча между городом Москва и Сеулом открытых. Поздний вечер. Резиденция посла Южной Кореи. Эти просторные апартаменты с колоннами и высокими потолками достались господину Ли в наследство от предыдущего посла. Господин Ли поменял здесь только мебель. Например, эти шкафы, которые очень напоминают старые сундуки, сделаны из ценных пород дерева. Из окна прекрасный вид на наш отель, Лота Плаза. Отсюда на него действуют пешком. А это столовая, в которой обычно устраивают небольшие приемы. Здесь можно накормить примерно 18 человек. Еду в основном готовят тоже корейскую. Но, как говорит господин Ли, в здешнем национальном меню всегда есть место и русской водки. В переводе с корейского «доксун» означает «добро и счастье». Меня зовут Хан Док Сун. Ну, а имя господина посла Кюхен переводится как «высокопоставленный чиновник, у которого все хорошо». Мама знала, как назвать сына. Это моя мама. Ей 84 года. Недавно она приезжала в Москву. Мой старший сын уже женился, но у них пока нет детей. В Москве есть школа корейского языка. Я там был осенью. С послами в культурном центре. Послы Вьетнама, Турции, Румынии. Фотография в Нью-Йорке 12 лет назад. Они с женой вместе уже 31 год. Конечно, ссорятся, но говорят, что в семейных делах им помогает корейская привычка все оптимизировать. На ссоры нужно время сокращать, поэтому, как признался господин посол, он быстро мирится и всегда находит компромиссы. «В последнее время я увлекаюсь росписью матрешек. Очень люблю, но не так много свободного времени. Выходные могу часа 3-4 расписывать». Секрет здоровья и бодрости духа посла Южной Кореи в разносторонних увлечениях. Он учит русский, играет в гольф и пишет стихи. А еще прекрасно поет. Секрет здоровья и бодрости духа посла Южной Кореи в разносторонних увлечениях. Секрет здоровья и бодрости духа посла Южной Кореи в разносторонних увлечениях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова